1 февраля на территории Краснодарского края, в том числе и в Славянском районе, стартовал месячник молодого избирателя. В рамках него запланировано много интересных мероприятий, направленных на повышение уровня правовой и политической культуры молодежи. Одно из таких прошло на этой неделе в межпоселенческой библиотеке, где побывали и Надежда Неткачева, и Георгий Калинин. 10 февраля четыре команды из учебных заведений Славянска на Кубани приняли участие в правовой игре «Брейн Ринг. Законные выборы». Организованной управлением по делам молодежи Славянского района совместно с представителями территориальной избирательной комиссии «Славянская». Цель основная какая? Конечно же, приобщение нашей молодежи к избирательному праву, пропаганда выборов как нашего гражданского долга. Сегодня ребята посоревнуются между собой по знанию избирательного права, поиграют в очень интересной форме как в диалоге, так и отвечая на какие-то различные вопросы. Ну и, конечно же, выберем команду победителя. Название команд, кстати, отвечало основной тематике деловой игры. Это команды «Мы – это будущее» Славянского филиала Кубанского государственного университета, Единство – Славянского сельскохозяйственного техникума, Юные избиратели – Электротехнологического техникума и команда «Вяземцы» – Техникума экономики и права. С приветственным словом к участникам игры обратился председатель территориальной избирательной комиссии Анатолий Чумаков. «Проводя мероприятие, повышение правовой культуры – это у нас идёт основное направление. Мы его проводим для того, чтобы вы узнали что-то новое в законодательстве, чтобы вы узнали о политике государственной нашей и так далее. Поэтому успеха, удачи – всё самое вам доброе». В начале брейн-ринга каждые две команды, согласно жеребьёвке, соревновались между собой. Каждый бой состоял из пяти вопросов, а за правильный ответ присваивалось один балл. В финале неоспоримую победу одержала команда «Мы – это будущее». «Очень важно проявлять свою жизненную позицию и ходить на выборы, потому что от этого зависит, в принципе, будущее твоей страны, той страны, в которой ты живёшь. От этого зависит, кто будет являться президентом, какая будет национальная программа в этой стране. И это повлияет не только на твою жизнь, но и на жизнь твоих детей, потому что им придётся жить в той стране, которую ты им оставишь». Второе место заняла команда «Единство» Славинского сельскохозяйственного техникума. По итогам встречи все команды награждены грамотами и подарками территориальной избирательной комиссии «Славинская». Надежда Неткочева, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».